Здравствуйте! В эфире самая инновационная программа современного телевидения о людях, идеях и технологиях. И сегодня я расскажу вам о самом мощном штепселе в мире. Уже совсем скоро по нему пройдет 2 миллиона вольт. Зачем и кому новосибирские ядерщики делают искусственную молнию? Почему уникальный лазер, убивающий раковые клетки, наши продали китайцам, а также как ученые из Академгородка спасали от перегрева андронный коллайдер? Нет, все работает. Конечно, работает, ведь перед вами создатели лучших в мире установок охлаждения. Это такие огромные агрегаты, спасающие нас от огромного взрыва. Создали этих установок уже достаточно много. Это, наверное, 50% от всех таких установок в мире. Еще японцы одну создали себе сами, она работает не очень хорошо. Одну немцы тебе вначале построили, а после этого заказали следующую у нас. И вот эту третью, это тоже у нас. У нас это в Институте ядерной физики в Академгородке. Здесь создают уникальное оборудование. Но не для России, а Китаю, США, Германии. Недавно, например, продали китайцам лазерную установку. Ее луч за три сеанса полностью уничтожал раковую опухоль. Размер этих пучков доли миллиметра. Ты можешь конкретно вот эту, на самом раннем этапе, если это обнаружило, убить ее, и все, ты на всю жизнь здоровый. И вот наши следующие мечты, это убедить наше начальство, которое науку финансирует, поддержать наш проект, сделать комплекс для лечения рака. А иначе мы будем ездить в Китай и там лечиться. Получается, ученые наши, разработки тоже наши, а покупают их другие. Вот и эта установка уже совсем скоро уедет в Германию. За три миллиона евро новосибирские ядерщики строят для них самый большой штепсель в мире. В этих секциях будет рождаться и увеличиваться напряжение. И на самом верху в итоге получится два миллиона вольт. Дальше все пойдет вниз, вниз через магниты, и пучок окажется здесь. Вот эти все трубочки, это система охлаждения соленоида. Там внутри установлены соленоиды, направляющие пучок этот. В итоге он выходит отсюда, холодный, с температурой минус 273 градуса. Но даже не это главное. Основная особенность новосибирской установки, то, что она магнитная. Пучок вообще субстанция непостоянная и рыхлая. То и дело норовит по дороге развалиться. Но наши вставили в установку магниты. Так пучок становится более концентрированным и качественным. И при этом, что самая удивительная, установка практически не потребляет энергии. Парадокс? Ведь на входе-то было 2 миллиона вольт. Секрет в том, что энергия здесь закольцована. Откуда она вышла, туда и возвращается. Таким образом, установка питает сама себя. Если бы мы этот весь пучок тут поглотили, то тут 2 ампера и 2 мегавольта, это 4 мегаватта. У нас бы все здесь расплавилось. А мы используем так называемую рекуперацию. Электронный пучок вот проходит по транспортному каналу, тормозится там, и всю свою энергию практически отдает. Мы будем потреблять очень мало энергии. Все это собрали здесь за 2 года. И уже этой осенью готовая установка уедет в Германию. Там она будет использоваться для важных исследований, научных экспериментов. В общем, продвигать их медицину вперед. Наши ученые вообще, если приглядеться, приложили руку ко всем мировым научным достижениям последних лет. Порой в США образовываются целые лаборатории из российских ученых. Все мучились и говорили по-английски. Ну, мы же в Америке, там надо соответствовать моменту. Но там из 15 участников был только один истинный американец. След новосибирских ученых был оставлен и на знаменитом Андронном коллайдере. Охладительная установка, созданная в Академгородке, до сих пор отлично там работает. И продажа таких технологий – единственный для наших институтов способ выжить. Благодаря этому они прирастают новыми корпусами, живут и развиваются. А когда под институтом рыли тоннель, строители обнаружили вот эту кость. И с помощью оборудования, сделанного здесь же, удалось выяснить, что она принадлежала самке бизона, жившей 26 тысяч лет назад. И все это тоже делается лучом, только другим. Он считывает химический состав кости и выдает количество лет, которое прошло с момента смерти животного. Эта разработка – одна из немногих, которая осталась в последнее время в Академгородке.